Обустроить домашнюю ферму за счет государства. Жители региона могут получить 200 тысяч на развитие своего хозяйства. С начала года социальным контрактом уже воспользовались 45 семей. Александр Ширудила побывал на одной из ферм и оценил перемены. Валентина Ергинова, мать шести дочерей, начинает свой день с обхода двора. Пока супруг на работе, нужно покормить коров и свиней, собрать яйца. Жительница села Прокутская выросла в деревне, умеет обращаться со скотиной. Детей в садик увела, пошла управила, все сделала, кушать приготовила. Когда поросенка зарезали, фарш перекрутили, сало засолила. Животных приобрели в прошлом году благодаря социальному контракту. Документы оформили быстро. На 200 тысяч взяли не только коров, свиней и кур, но и корма. Планируют расширять поголовье. Мы же брали их маленькими, то есть они были кнопочки такие, получается, а выросли. Вот только вот, получается, покрыли все. А в дальнейшем, я думаю, что будет отдача хорошая. Ну и курочки. И курочки, да, конечно, мы продаем яичко. Дома любим очень стряпаться, поэтому у нас плюсом, какое сейчас яйцо в магазине. Муж Валентины работает на погрузчике. Дочери как могут помогают маме по дому. Кто убирается, кто стирает. Ухаживают за другими домашними животными. Собака, барон, кошка, барсик, черепаха, рыба. Любимое животное кто? Рыба. А почему? Она интересная и прикольная. В прошлом году на развитие личного подсобного хозяйства выплаты получили 450 семей в регионе, а всего заключили более 4000 социальных контрактов. Средний душевой доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум, установленный в Новосибирской области. Соответственно, после этого гражданин обращается в Центр социальной поддержки населения. С текущего года это можно сделать еще с портала государственных услуг, то есть фактически не выходя из дома. Ну а дальше специалисты уже наших подведомственных учреждений, они подключаются, и весь пакет документов необходимый помогает гражданам уже сформировать совместно. Ежегодно в регионе выделяют около миллиарда рублей на социальные контракты с жителем. Заключить их можно по четырем направлениям. Помимо обустройства хозяйства, это помощь в поиске работы, выплата на развитие бизнеса и поддержка в трудной жизненной ситуации. Александр Шарудила, Валерий Павлов, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова